друзья я вернулся и решил начать вот с популярного достаточно видео которое ответы на ваши вопросы новый на ваш комментарий да точнее комментирую ваш комментарий вот давайте я потом уже все вам разъясню куда я там пропал и так далее потому что ну такой у меня и творческий кризис был и в полицию меня уже три раза вызывали вот и много чего произошло забавно интересного вот и ну в общем все это вылилось в небольшой творческий кризис мне ничего не хотелось но все сейчас вернулось обратно поэтому все нормально и так поехали давайте буду комментировать комментарии потому что ну достаточно много наивных достаточно много уверенных себе но глуповатых достаточно много неадекватных ну немного но некоторое количество ладно извините вот и давайте я все таки ну вот решил начать с этого свое возвращение а вот что за бред я сейчас посмотрела да вот то есть ну это вот упороты осуждения что за бред я сейчас посмотрела человек не имеют права приносить с собой бумажки любой человек имеет право приносить с собой бумажки он должен в присутствии нотариуса расписываться но давайте мы начнем с того с вами вот представьте если бы мы с вами сидели один на один Я бы вам тоже мог бы сказать, что за бред Расписывается в ЗАГСе А в документах ставят подпись Я вот, ну если так же как вы себя вел То есть смотрите Человек имеет право С собой приносить любые бумажки Значит очень опасное мошенничество Для того, уже это Заколебали меня, уже я начинаю удалять Людей и блокировать Уже заколебали, для того Чтобы выиграть дело в суде по расписке Или по договору займа Не требуется нотариального удостоверения То есть нотариусу не надо платить денег Хватит уже это И постоянно, каждый день какой-нибудь умник Пишет, что за бред Расписка должна быть удостоверена от нотариуса Ну почитайте законы Но прежде чем написать, что за бред Почитайте законы, пожалуйста Расписка, да конечно Расписка должна быть, тут очень опасное Мошенничество, найдете это видео Там суть в том, что Один недобросовестный человек К другому просто принес расписку А добросовестный поверил, что расписка написана им А потом при подчерковической экспертизе Оказалось, что не им И как бы дело было проиграно Да, конечно же Расписка надо писать В присутствии человека Именно этому видео и посвящено Когда мне пишут Что за бред Я сейчас посмотрел То есть меня очень Ну да, действительно Я же тоже человек И меня раздражает Когда Ну, глупый человек Неправильно посмотрел мое видео Ему не хватает познаний И он считает глупым меня Поэтому что? Заблокировать пользователя Так, статья 134 Опасная статья Это про то, что Вступление в половой связь с лицом Достигшим 18 лет С лицом не достигшим 16 лет То есть Когда 18-летний Занимается Даже по любви Сексом с 15-летней девушкой А если родители напишут заяву Это уголовка Просвещение в Яхве Талмуд Разрешают после 3 лет А за домашнее насилие Ее не сажают Поэтому делаются со своими детьми Как с этим быть Непонятно О чем вы Поэтому не смогу Новый способ мошенничества Лох не мамонт Не вымрет Ну Простите, я сейчас приболел Лох не мамонт Не вымрет Но когда вашу маму Или бабушку Пожилую обманут Вы так же скажете Да, там Много всяких видов лохотронов Вот И Маму Вашу Или бабушку Обманут Вы так же ей ответите Как меня посадили в тюрем Вам повезло с женой Это самый большой успех Остальное все будет Было бы здоровье Спасибо вам Спасибо За добрые слова Только вот если Экспертизу проведут С левой руки Этот игрек То выявят Что вы подписывали Нет, не выявят Потому что Я уже достаточно давно Работаю В юриспруденции И Даже по обычной подписи Бывает случай Когда эксперт говорит Невозможно Установить Идентичность Невозможно Понимаете Как эксперт говорит Он получает свои деньги Даже за это заключение То есть В этом видео Я Кто посмотрит Оно самое популярное 9 миллионов просмотров И то Я говорил Не вы будьте Мошенник Вот это тоже Очень много Неадекватных людей Говорят Что Это все Это типа Не работа И так далее Я говорю Это не вы будьте Мошенниками Это один из способов Защититься от мошенников Не поможет Ну не поможет Да Ничего нет идеального В этом мире И самолеты падают И ракеты падают И люди самоубийством Жизнь поканчивают А тут Ничего нет идеального Но тем не менее Эксперт вполне может написать Что невозможно определить То есть я сказал Что пишем Y Левой рукой Если вы правша Еще есть задом наперед То есть Если вы пишете Y слева направо То справа налево Откуда эксперт узнать Он что вас будет просить Всеми видами А и то все равно Ну все равно Можно придумать То есть Нет Не выявит Вы не правы Вам дизлайк Ну может и выявит Но я опять же говорю Это борьба Не способ Самим стать мошенником А способ борьбы С мошенниками Вы к ним приходите И говорите Вы придурки Я вам Y поставил Ни один эксперт Не скажет Что это моя подпись Поэтому идите нафиг Давайте вопрос мирно порешать А то я в суде У вас выиграю Ну вот так К примеру Вот после такого заявления Теперь сомневаюсь Юрист он или педофил Вот статья 134 Я говорю Не вступайте В половую связь А если вам Есть больше Ну больше Ну 18 Если больше С лицом Не достигшим 16 лет Вот Какой-то Ну неадекватный Да в маске Сомневается Юрист я Или педофил Ну знаете У кого чего болит Тот о том и говорит Это значит Раз ты во мне Сомневаешься То значит педофил Ты сам Теперь понимаете Почему у меня Творческий кризис Вот читаешь комментарии И просто Ну что с вами люди Как вообще Такое можно Описать Ну вот просто Ну ладно Хорошо У меня У меня Знаете в чем Мой кайф Я не монетизирую Ютуб Не монетизирую И поэтому Мне плевать Сколько у меня Подписчиков Мне главное Сохранить Адекватную Аудиторию То есть мне Какая разница Вот у меня сейчас 190 тысяч Ну будет Например 90 дебилов Заблокируй 90 тысяч Ну зато 100 тысяч Будет адекватных Вот и все Поэтому мне Не парит Количество Мне в этом хорошо То есть все же Все же говорят Подписывайтесь Ставьте лайки Там и так далее Ну мне наплевать Я никогда не прошу У меня там Помните Видео было От которого Все кайфанули Ставьте дизлайки Мне без разницы Вот А квартира По военной ипотеке Тоже ведь Несовместная собственность А тут есть Некоторый нюанс Потому что Военная ипотека Если вы Если Вот смотрите Тут Да Тут для тех Кто Не в теме Что не является Совместной собственность Супругов То есть кажется Ему что приобретенное В браке Является совместной Собственность супругов Делится пополам Нет Море нюансов Вот Смотрите Подарение Не является Совместной Собственной Супругов Дальше Наследство Не является Совместной Собственной То есть если Ну берем На примере Мужа Мужу Мужу Муж с женой Накопили наличкой Не знаю 6 миллионов На квартирку Наличкой Под подушкой Лежали Муж пошел Отдал эти деньги Папе Папа Купил квартиру И подарил мужу Муж такой Ну или продал Там например И все Договор купли Продаешь Там все Жена спокойно Все квартира Типа наша Пополам Пусть оформлена Мужа Но наша пополам А на самом деле Квартиру То есть деньги Отцу муж отдал А никак не доказать Что это накоплено Да если это не по безналу Поэтому я и в том числе За сделки по безналу Вот И Отец Соответственно Дарит мужу И все это Его единоличная Собственность Разводится И как бы Жена Ну остается В осадке Вот И наследство То же самое Жена например Получает квартиру Наследство Это ее Личная собственность Она не делится То есть Смотрите Главное правило Имущество полученное По безвозмездным сделкам Не является совместной Собственностью Супругу Самые популярные Безвозмездные сделки Это Наследство Дарение Приватизация Приватизация Это бесплатная передача Жилья Государством Гражданину Но Военная ипотека Это тоже Когда военному Государство Бесплатно Дает Деньги То есть Если государство Дало Военному Три миллиона И военный Купил за Три миллиона Квартиру Это Его личная Собственность Потому что Безвозмездно Государство Дало ему Дало Деньги и он на них купил квартиру. Если государство дало ему 3 миллиона, он купил квартиру за 6 миллионов в ипотеку, то есть 3 миллиона внес, и еще 3 миллиона в браке. То есть полтора миллиона считается половину. Внесла жена. То есть 25%. То есть 1 четвертая. То есть 1 четвертая принадлежит жене. Вот такой нюанс по военной ипотеке. Очень ценный совет. Они засунут свои... А, ну это вот. Как правильно общаться с коллекторами? Я говорю, говорите, типа, у меня в договоре было кодовое слово, я хочу узнать, что вы действительно имеете право от меня что-то требовать. Назовите кодовое слово. И вот смотрите. Тоже, ну вот человек не очень адекватный, видимо. Не понял, о чем я говорю. Вот. Ну как, ладно, давайте я тоже, может, неправильно. Может, и я неадекватно веду себя, называя других людей неадекватными. Но, ну как, я не знаю, ну как назвать. Давайте я буду ласково называть неадекватными, но не имею в виду, что человек вообще неадекватный. А неадекватный в данный момент. То есть он не понял. Человек не понял, о чем я веду речь. Сделал неправильный вывод. На основе неправильного вывода сделал, что я идиот. Вывод. И назвал, ну, считает меня идиотом. То есть очень ценный совет. Они засунут твое кодовое слово правильно тебе в жопу. Вот. А фишка в чем была? Что коллекторы, некоторые люди не могут не брать трубки там. Или взял трубку, не могут отказать коллекторам. То есть это я могу коллектора послать в жопу, да? Без проблем. Ну, у меня, правда, нет кредитов. И я не брал никогда. Поэтому мне даже маленькие кредиты не дают. Вот. Но, тем не менее, есть люди, кто может послать в жопу. А есть, кто не может. Вот. Поэтому... Поэтому... Да, есть же люди, которые не могут послать. Но как-то надо же отмазаться. То есть люди есть, которые говорят, ну, я не смогу сейчас заплатить. Коллекторы давят, давят, давят. А берешь и аккуратно врешь. Назовите кодовое слово, которое у меня в договоре. Они там бу-бу-бу-бу-бу-бу... Нет, пожалуйста, назовите кодовое слово. Вот пока вы не назовете... Мне вот, я когда заключал договор, мне вот сказали кодовое слово, означает, что договор там переуступка, прав там и так далее. Назовите кодовое слово. А не бу-бу-бу-бу. Это, понимаете, это защитная реакция. Щит. Он не всегда поможет стрелу-стрела, да, и в ногу может вонзиться, да, и в пятку вонзилась Ахиллесу стрела, ему ничего не помогло, да, знаете эту, ну, не байку, а греческую мифологию, Ахиллес, да, почему Ахиллесово сухожилие, да, в ступне болит там футбол, вот кто играет, потому что мама держала Ахиллеса, окунула его там в колодец, да, с водой, которая защищает, и все у него тело было, извините, защищено, ну, грубо говоря, броней, кожа стала броней. Ну, мама держала его за пятку, ну, мама же не догадалась полностью погрузить, да, надо же за пятку было, пятку-чего надо было оставить, и когда он там что-то там шел, ему в ступню попала стрела там, по-моему, даже отравленная, в пятку именно, ой, в пятку как раз попала, то есть Ахиллесово сухожилие, вот, ладно, давайте дальше, что-то я ухожу в сторону, вот, девушка пишет, у меня все подписи разные, ну, это никак ни на что не влияет, а, да, давайте, неадеквата, пусть, который себе, то есть, опять же, ты задумываешь, ну, разговариваешь про жопу, значит, думаешь про жопу, пожалуйста, думай про жопу, но без меня. Значит, расписку должен писать в присутствии занимателя, вот, Галина Передера, правильно, так и есть, разумно и грамотно, вот, то есть, я вижу, что вы не юрист и так далее, вы услышали, послушали мое видео и сделали абсолютно правильный вывод, будучи юридически неграмотным человеком, вот, не, ну, не сосите это заскорбление, я, например, там, люстру не могу поменять или унитаз, я в этом плане технически неграмотный, руки там из одного места растут, вот, дальше, аналитика видео про полицию, смешно, когда на медленной скорости, когда пьяными, молодцом, да, ну, спасибо, да, все, спасибо, спасибо за добрые слова, даешь руками, потом будешь бегать за ним ногами, ну, это, да, это про, опять же, про долги, то есть, надо очень сильно подумать, прежде чем давать в долг, краткость, сестра талант, все коротко, ясно, спасибо, и вам спасибо за добрые слова, это там, ну, комментарий мой, дарение, завещание, главные нюансы, если работодатель не выплатил черную зарплату, прежде чем написать все эти бумажки, нужно сразу подыскать место работы, ну, ну, желательно, в принципе, да, вот, я не умею подписывать документы, да, разная подпись или забываю закорючку, представьте, такие бывают люди, вот я как-то влетел, провели экспертизу, доказали, что она моя, я не понял, о чем вы, ну, и ответит, вот, как правильно писать, ну, ответьте, что дальше, положишь трубку, также будут звонить, куда-то, словно, зать алло, нафтезин, верните долг, нет, извините, пожалуйста, я уже выше пояснил, это для тех, опять же, это не для тех, кто может послать, кто может бросить трубку, заблокировать, это для тех, есть категория людей, я же видео пишу, вы, вы, вот, знаете, в чем ваш недостаток, вот ваш, вот, Антон, ваш недостаток в том, что вы видите только себя и слышите только себя, и любую ситуацию примеряйте только к себе, а я за свою жизнь, ну, ну, как там, контакт мне прислал за последний год, то есть я с пятью тысячами людей пообщался, когда я, до этого, когда я консультировал бесплатно, с пятью тысячами там, то есть за пять-шесть лет бесплатной консультации делаю лучше 20 тысяч, и сейчас еще, ну, десятку можно давать, то есть 30 тысяч человек я пообщался, вы можете этим похвалиться, ну, не похвалиться, а просто 30 тысяч человек, и, как бы, я могу, у меня есть такой момент, что я могу понять, как каждый из людей к определенной фразе относится, вот, а вы можете только мой текст принять только относительно к себе, вы уже не можете его переделать, а как на этот текст ответит уголовник с 25-летним стажем, как на этот текст ответит ваша бабушка, и так далее, поэтому неинтересно, вы неинтересен, но вас не блокируют, здравствуйте, как у вас можно получить консультацию, ну, что за глупый вопрос, потому что под каждым, это вот, вот это вот очень раздражает, под каждым видео, а в большинстве видео еще есть с первым закрепленным комментарием, вся информация есть, это очень раздражает, дизлайк вам, очень раздражает, потому что, ну, как так можно-то, мы по телеку смотрели, что творят, стоит ли бы, ты по телеку смотрел, что творят, да уже ничего не творят, что ты придумываешь-то, вот, и я не люблю, когда ко мне незнакомые люди обращаются на ты, но это не основание для блокировки, поэтому расписки пишутся в момент сделки, присутствует твои хотя бы человек, стыдно такое не знать, вот, Вероника Морозова, моя одна фамилица, решила ткнуть меня, как котенка мордочкой в молочко, то есть я, ну, как бы, людям, ну, как бы, да какая разница, да что значит стыдно такое не знать, стыдно не знать, блин, ряд непредельных углеводородов, понимаете, я помню со школы, метан, этан, пропан, бутан, пентан, гипсан, гиптан, октан, нанан, декан, я так же могу вам сказать, что стыдно такое не знать, а нафига это знать, вот, конечно, да, ну, зачем стыдить, то есть вы сейчас этой фразой пытаетесь повысить свое чувство самооценки, ну, личное свое чувство самооценки, не знаю, мне вы пишите стыдно такое не знать, это вообще просто, ну, я надеюсь, не меня, а тому, кто герой моей истории, вот, дальше, хотела спросить, есть ли расторжение гражданского брака, прожили 13 лет, он был на мождении, шел от него, а теперь смотрите, это тоже весьма странные люди, я нигде не позиционирую, что я в контакте, ой, в этом, в комментариях консультирую, вот, по, комментировать ваши комментарии могу, но я нигде не консультирую, есть платная консультация, 500 рублей, нашли 500 рублей, задали вопрос, вот, в чем проблема-то, то есть, почему большинство людей, я нигде не позиционирую, что я в комментариях консультирую людей, но, тем не менее, так, можно ли требовать в кафе стакан воды бесплатно, по-человечески попросили стакан воды, товарищу, надо было таблетку запить перед этой, те попытались втюхать бутылочку минералки за 150 рублей, были посланы, мы отменили заказ, и больше мы в ту багадель не ходили, да, ресторан не обязан наливать стакан воды, но эти они себя покажут такими жлобами, я удалю комментарии, но блокировать вас не буду, потому что, ну, зачем вот так материться-то в комментариях, для чего? Приличные мы люди, все, есть такое понятие голосование рублем, понимаете, есть такое понятие голосование рублем, все не устраивает ваш ресторан, вас ресторан, не несете ему свой рубль, все, голосование рублем, это в нормальной стране, такие, ну, заведения, где люди голосуют рублем, все, где вам не понравилось, туда не ходим, и голосование рублем создает весьма приятную конкурирующую среду, это так же, как, ну, в политике то же самое, но немножко сложнее, удалю комментарий, потому что, ну, хамство, а как у должника почки после этого в трубочку не свернулись, ну, я как бы не знаю, мне не интересно эти вопросы, все-таки у нас юридический канал, поэтому, как бы я понимаю этот юморок, и, ну, неохота отвечать, как правильно общаться с коллекторами, нечего брать кредиты, если отдать не можешь, вот совет, удаляю, просто, не блокирую, но удаляю, просто, ну, не люблю мат в комментариях, приличные люди, мат должен украшать речь, то есть, вот так вот, да, а не так, про ветеринаров, дизлайк, подписка, а, это вот в этом видео я просил, по-моему, дизлайков накидать, вот, зайдите тоже, накидайте мне видео, дизлайк, подписка, все, я понял, вот это юмор, вот это качественный юмор, и даже слово подписка, это 100% специально, то есть, мне нравится, еще раз, извините, болею, подписка через А, да, а не через О, это умышленная ошибка, а не нечаянная, да, ну, как бы, да, Виталий Левитас, все нормально, молодец, но я уже это использовал, но все равно спасибо, ну, все, и тебе спасибо, да, или вам, да, извините, как правильно общаться к электронной, зачем, вот есть вариант гораздо проще, надежнее, громко посылаешь на, вот видите, как надо матом ругаться, грамотно, да, что я не против, ну, не все это могут сделать, вы поймите, опять же, не надо, надо уметь, проблему, вот у нас все люди умеют мыслить, ну, людей учат мыслить с двух сторон, плохое, хорошее, черное, белое, даже иньянь, ну, и то, даже иньянь, если взять, то в черном есть белое, в белом есть черное, то есть уже другое, а так учат, вот, ну, на противоположностях, а мир это, вот, ну, вот, посмотрите на свой телефон, компьютер, миллионы цветов на самом деле, даже, я просто не хочу говорить семь цветов в радуге, сейчас начну там про ЛГБТ опять дураки писать, вот, ну, как минимум семь цветов в радуге, плюс еще нету, ну, черного цвета, отсутствия цвета, и белого цвета в радуге нет, то есть, ну, грубо говоря, грубо говоря, уже девять цветов, да, берем девять цветов в радуге, ну, так вот, я утрирую, опять же, вот, потому что оттенков невероятное количество, это, он, у меня жена, сколько видит, там, всякие бирюзовые, там, матовые, какие-то еще, там, для меня, все, красно-оранжий, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный и белый, все, могу только чуть светлее коричневый, чуть светлее серый, вот так еще могу сказать, чуть светлее зеленый, но так, чтобы видеть 10 оттенков зеленого, ладно, 50 оттенков серого еще, да, ну, ладно, ну, вот, хотя бы вот так вот надо выражаться, и это уже, да, относительно культурно, неумный совет, вот, вот, очередной человек, кодовое слово прописано в договоре, перед звонком коллектор его видит, неумный комментарий, Роман, ну, вы, потому как вы даете мне категорическую оценку, вы уходите в топку, потому что, ну, совет-то умный, просто, ну, если бы написали, мне кажется, этот совет немножечко неправильный, ну, или, вот, неправильный, мне кажется, а то неумный совет, какой же он неумный, он совет-то не для всех, сидит такой каратист, спортсмен там, который, ну, не знаю, Федор Емельяненко, ну, вот, ну, взял он кредит, или еще хуже, на него, на его имя кто-то взял кредит, приехали тут три коллектора, там, стучатся ему в дверь, он в глазок смотрит, кто там, а ним там, э, слышь, давай, черт, мы тебе сейчас башку вынесем, открывай дверь, плати бабки, ну, он вышел и заплатил им бабок, да, как положено, да, вот, ну, я так, к примеру, это все утрировано же, вот, естественно, ему этот совет нафиг не нужен, я к тому, что ему этот совет нафиг, наверное, он просто выйдет, да не обязательно Федор Емельяненко, любой здоровый чувак выйдет, или мент в форме полковника выйдет, да, вот, естественно, для них этот совет не нужен, этот совет нужен для тех, кому нужен, понимаешь, Роман Бабин, этот совет, понимаете, Роман Бабин, этот совет нужен для тех, кому нужен, а кому он не нужен, не надо говорить, что он не умный, понимаете, если вы всю жизнь меняете унитазы, вот, Роман Бабин, если вы всю жизнь меняете унитазы, и когда я дам совет, что при замене унитаза надо, я впервые в жизни поменял унитаз сам такой да и всю жизнь юристом работал ну тут надо было унитаз поменять поменял и говорю надо проклеить тщательно нам не знаю муфту этом между там унитазом и трубой грубо говоря и вы пишете неумный совет даете и не надо проклеивать ее надо там один другим способом работать да нет у каждый совет он для каждого человека если вам он кажется неумным подумать а вдруг не умны это вы поэтому расстаемся чувак молочок очень полезный совет респект уважуха и вам респект уважуха тоже ну круто все конечно только больше дольше вероятность чуваки с твоими деньгами к этому инсолюции уже и что-то доказывать будет ничего да да это вы правы я ну как бы кто захочет посмотрит это видео потом комментарии да вот смотрите вот это один из идеальных комментариев человек высказал сейчас сейчас на назад сбросится нет да это бросил сейчас найдем быстро вот вот так нашлись вот круто все конечно только с большой долей вероятность чуваки с твоими деньгами когда мы до согласен вот на сто процентов вот это идеальное мнение абсолютно разумного человека у меня вообще все подписи разные хотел бы не повторил ну ваше право я не прочь уже изначально как правильно сейчас коллег уже начался взяли трубку с незнакомого номера телефона который он звонит есть ошибка грубо не факт потому что ну вот мне звонят у меня друзья советуют мо своим друзьям и мне звонят люди тюрьме не брать или вы такой хитро мудрый наш на ней что он кто звонит чтобы дать миллион и ну потрахаться но опять же на что за детский сад ну вот опять мне звонят регулярно незнакомые номера потому что мои друзья своим друзьям дают номер ну и что что не так а у многих людей рекламу в интернете клиенты звонят поэтому он вы весьма сумм уверен конечно блокировки это не достойно но удалю потому что ну матерщина не нравится мне один фиг будут звонить как это поможет тут вы правы это особо не поможет это поможет психологически тем кто не может послать коллекторов я ну мне опять же коллектор не звонят но если бы звонили мне звонят рекламщики там всякие так далее мой телефон в открытом доступе рекламщики звонят я их посылаю я даже не парюсь у меня даже видео есть они должны их надо посылать потому что они должны чувствовать себя при каждом звонке дискомфортно чтобы они не шли на эту гадкую работу работать а я сказал что не помню кодовое слово не знаю чем это не должны говорить это как вы иск внести сумму за услуги юриста если он дал консультацию на словах например за 1000 рублей подтверждают документ нет ну если вы хотите это внести выиск вы должны требовать от юриста подтверждающие документы что я предоставляю смотрите я оформлен как самозанятый и то есть вы меня 1000 рублей переводите и мне сразу из налогового приходит 4 процента налога 40 рублей вот что я должен заплатить да за 1000 рублей ну как бы в 1000 рублей вы мне перевели мне сразу на карточку карточка у меня зарегистрирована налога то есть мне приходит квитанция дальше я напишу договор подпишу его акта продел на работе подпишу его и доказательств справку свежую что я являюсь самозанятым 4 документа обычно я человеку высылаю почты то есть я иск вот например надо человеку написать иск обычно у меня 57 тысяч рублей стоит я человеку иск в электронном виде высылаю он пока его в суд отправит там месяц пока там до первого заседания я ему по почте отправляю вот эти четыре документа еще раз квитанции налоговой сразу она мне приходит на телефон акта продел на работе договора в оказании услуг и справку что я являюсь этим самозанятым вот и вот эти четыре документа я могу ссылаю он их приносит в суд отдает на первом заседании и все взыскивается добрый день константин подскажите пожалуйста провали за не пристегнуты ремень безопасности кого в качестве пассажир постановления ошиблись серии паспорт на на суфр можно ли не оплачивать штраф достали вы меня вы почему в комментариях пытаетесь проконсультироваться на халяву я тут и сразу отвечу нет потому что это называется техническая ошибка вот но в целом ну переставайте так это работать не будет это вот только сейчас в качестве исключения добрый день вот опять еще раз да она везде надо да везде напихать везде везде если еще раз встречу давайте удаляем чтобы люди не думали что надо но если я еще раз встречу то я заблокирую потому что не надо дублировать то есть типа если в как под каждым видео написать я отвечу нет не отвечу я не консультирую в комментариях вот только иногда комментирую комментарий да именно так я со страховой батак бабки убил просто действительно через банк очень быстро без спорта да это смотрите если вам кто-то денег должен у вас на руках исполнительный документ это как правило судебный приказ или исполнительный лист вы вместо того чтобы пойти к приставам действовать через пристава что долго муторно еще часто приставы ленивые или занятые вы можете сразу пойти в банк если вы не знаете какой банк где счет вы можете пойти в налоговую с этим документом из копия заранее приготовьте и в налоговая запросить там через 7 дней вам дадут информацию в каком банке счет у человека или у организации и вы напрямую в органе вынув в этот банк подаете документы если деньги на счету есть вам прям течение трех дней перечислят если работодатель не выглачет черную зарплату и уволился сразу ну а так а если вам не платят зарплату ну 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 вот ну ну это вот комментарий такой я тут в этом видео говорю что если работодатель не платит вам черную зарплату несколько месяцев что на одну как мог каким это суд выиграть почти не вну доказать сложно что вы работали размер заплат доказать то есть все геморрой на вот проще по угрожать претензиями жалобами и пишут и уволиться сразу да а что три месяца вы поработали вам не заплатили вы даже не думаете увольняться будете посадил бы работать четвертый месяц 5 6 отличие человека чиновника но посмотрите это видео константин брависсимо ну и вам спасибо но ты и ган расскажи парням как девки не залететь ну гандона меня назвали давай как девки не залететь очередной и неадекватный куда пропал вернулся все ложка меда в бочке дегтя все вернулся лет шестнадцать было первокурсник предложили работу по озеленению газоности лисе и саженцы высаживать надо было набрать бригад друзей позвал два месяца работа не получили за п пригласив подрядчик обороте ботну за неделю все выплатить момент разговор метод был действием только потому что моем городе был но еще и обозначить а полиция не помогла бы даже родителям да блеф он тоже работает вы молодец прекрасно да это работает я с мошенником также разговариваю да это работает но опять же в зависимости для кого и от кого и как то есть вы должны уметь я даю вам удочку удочку но с легенькой удочкой вы можете в каком спокойном озерце ловить рыбку но не знаю сама там 50 килограмм а я не знаю бывают ли такие на удочку вы не поймаете даже если озеро кишит самами стадами к самов понимаете то есть надо думать ту информацию какую я даю к чему она применим к чему не применила и я-то я-то продумываю и дают для определенных категорий людей я же не могу прям вот так все кто девушки меньше 60 килограмм остались потому что для вас для слабенькихota информация дальше ушли девушки которых есть высшее образование потому что это информация идет о нет вы все образование дальше ушли те у кого гуманитарное образование пуза рассредlikу вот дальше ушли те у кого не был одного из родителей. Ну, я же не могу вот так вот. Я информацию доношу. Если вы с ней не согласны, это не значит, что она неправильная. Это значит, что вы мыслите однобоко и пытаетесь эту информацию ну, просто под себя подстроить. И не можете как это называется, эмпатия, да, умение встать в позицию другого человека. Я вот могу даже в позицию Сталина встать, в позицию Путина встать. Подумать, а как же он думает? А как же этот думает? Ну, может, я ошибаюсь, но тем нею не могу. Вот. Так. Если в браке у военного, может, личное накопление военной ипотекой на эти деньги была куплена квартира... Вот сейчас. Если, блин. Да ну, что вы делите вот с этими, с консультацией? Ну, что вам? Ну, возьмите, да проконсультируйтесь в личке. Не буду читать. Давно так делают, работает. Спасибо. Вот. Добрый день. Меня так кинули. Автосервис. Подготовка автомашины к покраске. Работал полтора месяца. Не оформили. Зарплату не дали. Все у них черно. На лагуне. Обидно, так как не погадай. Рук трудился. Вот. Ну, вот я и как раз в этом видео примерно советую, как можно попробовать. Он, опять же, не идеален. Так просто можно попробовать. Я, когда не хочу подписывать, а надо, ставлю роспись, подпись. Давайте говорить на русском. А там, где мне это необходимо, то на немецком. Ну, делать хотя бы так. Я не против. Не будьте мошенником только, а боритесь этим способом против мошенников. Стоит машина возле дома, где я работаю. Без номеров уже, наверное, места 3. На 5 вы консультироваться хотите. Все удаляю. Чтобы другие не видели, что можно... Я не консультирую в комментариях, понимаете? Я в личку консультирую. Статья 134 УКРФ. Это статья, опять же, мы уже обсуждали. Если лицо достигло 18 лет и занимается сексом с лицом, не достигшим 16 лет, это статья 134. На Кавказ это распространяется? Да. Кавказ это Россия. Ну, как бы не верить, конечно. Армения и Азербайджан тоже Кавказ. Я не знаю. На Российский Кавказ это распространяется. Или заплатить человеку, или люлей дать. Если работать... Ну, не буду комментировать. Меня тоже граждане называют клоуном. А, ну, это... Я не помню, про что тут уже, да? У меня много видео. Но, в принципе, я могу просто... Знаете, как... Такая у меня позиция, знаете, самая... Как отличить дурака или дуру от не дурака и не дуры. Ну, так, не обижайтесь тоже, да? Но главный признак... Только вот человек, который реально дурак, или баба, которая реально дура, никогда в жизни она не сможет во всеуслышание сказать, Боже мой, какая я дура. Или какой я дурак. И уж я не говорю в открытую. Вот я сейчас вам могу сказать, Боже мой, каждый год я понимаю, какой я был дурак год назад. Как это работает? Какой я идиот был 10-20 лет назад. Какой дурак был. Вот. А многие люди прям вот... Прям в глотке сидит. Не может человек сказать, Я дурак или я дура. Просто так вот сказать. Вот даже просто так. Не играя никакой роли в кругу друзей. Попробуйте. Это... Это интересный психологический прием. Если вы это можете, попробуйте в компании. То есть сказать, Я дурак в компании. Просто так. Ну вот сказать. Вот кто сможет сказать, Что я дурак? Вот сидите вы. 5 человек. Кто сможет сказать, Я дурак? Вот я говорю первый. Я дурак. Я могу сказать. Вот я на 190 тысяч подписчиков говорю. Я дурак. Дурак. Вот. Ну кто? Женщинам еще тяжелее сказать, Я дура. Им тяжелее. Вот. 140-144 статья. Вначале паспорт, Потом секс. Конечно. Да. Если девочка совсем молоденькая, Убеждаемся в возрасте. И не лезем вообще под юбку. Ну я даже не хочу Вот в эту тему лезть даже не хочу. Я что, папочка вам что ли? Я юрист. Что не является вместо собственности супругов? Здравствуйте. У меня есть долг по алиментам на сына. Ему 25 лет. Живет со мной. Могу списать задолженность. Нет, не можете. Потому что долг, он, несмотря на то, что алименты на сына, Долг он перед мамой. Потому что мама до 18 лет, долг же, алименты до 18 лет в России, И мама обеспечивала сына. А должны были вы вместе с мамой. И как же вы можете... А, ну, не, ну там есть сроки исковой давности, там много всего. Вот. Поэтому не знаю, не готов ответить. И не лезьте вы в комментариях. Я нигде не позиционирую, что в комментариях можно консультироваться. Зачем я... Ну, так вот, просто... Ладно. Если работодатель не выплатил черную зарплату, После такой истерки сначала спишь за его навольнение, Потом с желанием той ночи скажут, конечно. То есть надо... Когда уже все достало, все уходишь и начинаешь тереть. Мне когда-то судья сказал, что расписка это не документ. Ну, значит, либо вы неправильно поняли судью, Либо тупорылая судья, но расписка написанная собственноручно в вашем присутствии. Я ни одного дела не проиграл. Все выиграны. Все. Конечно, перестраховаться еще желательно к расписке, Чтобы был договор займа, да. Вот. И еще, чтобы денежка была переведена по безналу. Вот. Нотариус не требуется. Вот, единственное, куча народу, ну, по своей глупости природной, Не хотят изучать. Хотя Яндекс на все отвечает, и Гугл, Ну, по своей глупости природной, Не хотят изучать. И им расписка должна быть оформлена на тариусу. Сколько таких комментариев я удаляю, это жесть. Так. Если она в 15 уже двоих родила, Вообще, что за маран с малолетками чепокаться в 20 лет? Ну, я не психолог и не готов отвечать на это. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с советом. Все. Не буду консультировать. Удаляю. Не буду консультировать. Как правильно общаться с коллектором? Бред. Все. С человеком, который несет бред, Не стоит вам общаться. Вот. Полезно, хитро. Ну, а вы почему думали, Что пляшивые нигде никаких дугантов не оставляют Свою реальную подпись своей рукой? Ой, ну, давайте. Ну, во-первых, Оскорблять органы государственной власти нельзя. Нельзя. Вот. Поэтому я это сообщение прежде всего удалю. Вот. Если вы его перепишите здесь, Я вам на него отвечу. Сейчас очень жестко прессует. И поэтому я не... Я лучше удалю, чем отвечать. Ну, вы же... Вы же хотели высказать свой фи, А не получить ответ на этот вопрос. Поэтому вы высказали свой фи, А я высказал тоже свой фи, А ответ на вопрос вы не получили, Потому что вы вопрос не задали. Ну, конкретно. Ну, и блокировать я вас не буду. Хрень какая-то. Ну, хрень и хрень. Давайте, ладно, прощаться. Вместо того, чтобы... Ну, когда человек что-то считает хренью, Пожалуйста, ну, дайте вы Своё мнение огласите В связи с тем, как... Я же тоже не говорю просто фразы. Пишите подпись левой рукой. Тяп. Ладно. А что вы можете порекомендовать В случае, когда фоткают с голубем, А затем настойчиво просят поблагодарить? Ну, смотрите. Настойчиво просить Законом не запрещено. Правильно? Вот. Поэтому Скажите, извините, пожалуйста. Мне что-то не понравилось. Я вам не благодарен. Голубь какой-то страшный. Им поинтереснее были голуби. Полицию вызову сейчас. Что значит настойчиво? Вы мне угрожаете? Вы угрожаете моему жизни и здоровью? Извините, я сейчас... Давайте я вам приведу, знаете, Какой пример? Был у меня тут на... В Сочи случай. Ну, ты знаете, там, в Сочи дворики, Там, да, гостевые дома. Вот. Жену отправил. Там, там, с девчонками познакомился. Жену отправил. Типа, ну, потусите, там, уже после 23-х, Там, на дискотеку. Я сам не любитель танцевать. А ребенок, ну, выспался, там, до 12-ти спал, там, Накупался за предыдущий день. До 12 спал и до 12 ночи не хочет спать. И мы с ним сидели. И вот он, машинка, у меня сын, Машину называет BC. Вот для него машинка, ну, видимо, Биби И машинка, да, ну, вот, три года человеку. Вот. И в итоге Биби и машинка, у него слилось BC. То есть, если он, ну, видит машину, он говорит, О, папа BC. Вот. И он, о, папа BC, папа BC, папа BC. Я говорю, да, да, да. И два ублюдка пьяных налетают на меня, там, с соседнего, Там, ну, вот, говорю, гостевой двор, там, зонтик, там, стульчики, Столики. И два ублюдка пьяных налетают на меня, там, Ты чё? Ты чё там пьяных? Ну, я подвыпиваю пивко пью. Ты чё, ублюдок? У тебя ребенок писать уже полчаса просит. Ты его писать отвезти не можешь прям. И мы тебе сейчас рожу набьем. Ну, прям, даже не стесняюсь в выражениях. Вот. И я ему объясняю, говорю, вы чего несете-то? BC? У него, это, папа, машинка едет. Они ни в какую. Нет, он писать просится. То есть, два дебила. Ну, из Ростова-на-Дону. Простите, ребят, из Ростова, да? Ну, правда, вот, очень часто из Ростова я встречаю дебилов. Почему-то еще и с дебильными прическами, как обычно. Вот. Ну, это часто, да? Там, как, не знаю, как, как... Без обид Кростова, это, знаете, как москвичей везде не любят. Вот. То есть, для них, прям, вот, BC это писать, они слышат. Ребенок полчаса просит писать. Хотя, для него, писать это пи-пи, а какать это кака. Ну, все, все просто, да? Маленький ребенок. Все. Пи-пи это писать, я его веду писать. Кака это какать, я его веду какать. BC это, ой, папа, машинка едет. Такси, ой, папа, такси едет. Авто, это, ой, папа, автобус едет. Ну, вот, вот, как бы, я уже забыл даже, да, к чему я это. Ну, просто вот, ну, вот, ну, а, вот, да, вспомнил. И я говорю, ну, все, ладно, там, ну, там, как бы, их товарищи еще в сторонке стояли, кто-то успокаивал, кто-то просто смотрел, что будет. И я такой, ну, ладно, извините, я не буду с вами спорить, я набираю, полицию вызываю и набираю 112. И все, сразу же, и они успокоились, и их товарищи начали их оттаскивать и так далее. Понимаете? То есть, вот, просят поблагодарить, набираем 112, вызываем полицию, говорят, у меня вымогают деньги, или у меня угрожают жизни и здоровью. Полезный и хитрый, я с армией так делал, уже мы это обсуждали. О, дорогой, летокс-15, это подпись, все равно спасибо за твой канал. И вам спасибо. С компьютеров можно подделать, редактировать аудиозапись. Нет, эксперт определит стоимость экспертизы, не знаю, каждый эксперт свою, как и юрист, свою стоимость работы сам оценивает. Нет общих оценок, расценок. У меня вообще нет подписи, я не знаю, как я буду в 14 лет паспорт получать. То есть, так, ну, это не ко мне. Если человек физически не может обслуживать, что кредит леска балла, а потом за ними коллектор гоняется, то ему явно не хватит ума, значит, ваши советы ему не помогут. Ну, не всегда так бывает. Бывают и сложные ситуации в жизни. Негашенный извести цемент, разные материалы. То есть, опять же, если человека в школе не учат, вернемся, если человека в школе не учат финансовой грамотности и так далее, а если родители алкоголики, ну, откуда ему знать, что кредит такая опасная штука? Ну, откуда, если человека ему не учат? С человека в Чернобыле, если люди не знали, чем опасна радиация, это их вина, что они умирают от лучевой болезни? Нет, конечно. Поэтому все разное. Негашенный извести цемент разный материал. Ну, я там ошибаюсь, да, я согласен. Вот специалист, да, поставил меня на место. Тут суть в истории, суть, а не в нюансах. Вот. Когда жаловаться на судью, это очень плохо. Да, это видео про то, что, ну, в принципе, беспотолково жаловаться на судью. Бесполезно. Что они являются вместо собственности супруга? В начале видео, пожалуйста, указывать, что это вы рассказываете согласно закону ФРФ. А, ну, давайте, согласно закону ФРФ, там, и так далее, да, вообще. А это видео для мужчин, а это видео для москвичей и так далее, ну, ничего, ну, не вопрос. Если у вас не хватает, ну, догадливости понять, что я юрист из России, ну, как бы, только для вас я должен это делать. Все мои видео только для РФ. Хорошее дело делает. Спасибо вам. Ролик интересный, больше таких. О, вот, спасибо. Вот, вот такой ролик как раз есть. О, на этом мы закончим, наверное, да? Раз уж все, сейчас теперь сбросилось опять. Новые какие, давайте, какие-то новые комментарии поступили за это время. Быстренько. Опять просвещение в яхмелых. А, нет, ну, все, мы это осмотрели. Все, ладно. Давайте, жду ваши комментарии, господа и дамы. И продолжим все. Надо развивать канал, надо решать много-много-много всяких интересных вопросов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok